Анонимное послание с жалобой на работу Павлодарского дома престарелых, которое ранее было публиковано в социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс, рассмотрено. Для выяснения ситуации была создана специальная комиссия. Все. Звучал вопрос, что получатели услуг самостоятельно на собственные средства приобретают. Да, такой факт есть, но только, как выяснила комиссия, лекарства приобретаются получателями услуг по своему назначению, по самостоятельному назначению, без назначения врача. И вторая причина закупа лекарств, когда сроки поджимают, а госзакупки не разыгрались. Мониторинговой группой также было проведено анонимное анкетирование как среди самих постояльцев, так и среди персонала. По итогам активирования фактов грубости сотрудников и руководителей не выявлено. 80% удовлетворены качеством питания, 100% удовлетворены обслуживанием и отношением персонала, а также санитарным состоянием учреждения. По поводу продуктов питания, все продукты в достаточном количестве. Мясо, рыба, курица, молочные продукты, фрукты, соки, они все имеются в достаточном количестве. Мы посетили столовую, было указано в анонимном обращении, что имеется битая посуда, что подопечные из нее принимают пищу. Этот факт не подтвердился. Имеется комплект посуды, к тому же резервный. В анонимном обращении, напомним, которое ранее было опубликовано в социальных сетях, поступила жалоба на наличие насекомых в учреждении. По словам директора, заключается договор с подрядной организацией. Мы заключаем сейчас договор с другой организацией. Договора два. Первый – это плановые, то, что проводится ежегодно, дезинфекция, дератизация. Она проводится ежеквартально. И второй договор – это мы проведем полностью обследование, посмотрим, есть ли необходимость, какая необходимость, кого надо, по каким еще насекомым проводить дезинфекционные работы. И заключается еще один договор, который будет более усиленный. Там, естественно, другие затраты будут. Поэтому это будут два договора на проведение дезинфекционных работ. Грубых нарушений выявлено не было. Все мелкие замечания будут устранены в ближайшее время. На сегодняшний день в доме престарелых проживают 228 опекаемых. 82 человека находятся в палеотивном отделении.